Господин президент, очень рад вас снова видеть в Минске. Мы с вами встречались несколько лет тому назад, вы были вице-президентом. Вы прекрасно понимаете, что мы не гигантская страна, и, конечно же, сотрудничать со всеми странами Африки на глубокой основе не можем. Поэтому мы пытаемся найти тех партнеров, с которыми мы могли бы выстроить стратегическое партнерство. Мы очень эффективно сотрудничаем со странами Северной Африки, прежде всего нашим дружесным партнером Египтом, Алжиром, другими странами. В Центральной Африке мы сотрудничаем с давних пор с Суданом. Мы хотели бы иметь очень тесное сотрудничество с государствами Южной Африки. И мы, конечно же, побывали во многих странах Африки и видим большой фронт работы для Беларуси в Зимбабве. Мы хорошо знаем ваши возможности, вы хорошо знаете наши возможности. Есть определенные трудности в развитии наших отношений, Но не преодолеть эти трудности могут только те, кто не пытается это сделать. Если мы поставим перед собой цель преодолеть трудности, которые есть в отношениях между нашими государствами, мы обязательно же реализуем те проекты, которые мы уже сегодня видим. Господин президент, ваша страна переживает нелегкие времена. Но хочу заметить, что эти нелегкие времена переживали и мы больше 20 лет тому назад. Любая страна, которая пытается подвергнуть реформе, совершенствованию и строительству собственной экономики и своего общества, проходит этот сложный этап. Мы очень переживаем за вас и хотели бы, чтобы вы как можно быстрее преодолели все сложности внутриполитические, внутриэкономические. И вы должны помнить, что мы будем способствовать этому всячески. Господин президент, я, конечно же, с большим удовольствием приеду к вам в страну, Но давайте договоримся, что к этому приезду мы должны договориться о 4-5 конкретных контрактах, проектах, которые мы должны реализовать в Зимбабве. Таких проектах, которые бы увидел весь зимбабвийский народ.